здесь у нас находится артиллерийский полукапонир так называемый который должен был сдерживать огнем артиллерийских орудий то есть неприятеля войне конечно он не участвовал но послужил хорошим сдерживающим фактором а по всей территории 76 точки сделаны укрепление в виде окопов причем полный человеческий рост чтобы в условиях варьерного времени скрыть все передвижения данное сооружение вообще было рассчитано на 5 дней автономного то есть автономной работы то есть как в подводной лодке запас кислорода находился дизельная электростанция создавалось избыточное давление в случае если его окружают неприятельские силы то есть здесь создается избыточное давление кислорода и нельзя их вытравить то есть защитников этого сооружения невозможно было вытащить вытравить в течение пяти суток грубо говоря запас еды запас боекомплекта в общем круглосуточном режиме можно было вести круговую оборону компонент сделан в два этажа посмотрим что на первом еще еще одно укрепление располагалось неподалеку здесь находилась башня от танка иосиф сталин конструктор лего собирается только под землей заметили что это прямо самый настоящий конструктор то есть они перемычками сварены между собой если взять каждый по отдельности элемент это как сказать правильно цилиндрить не цилиндра квадрат по форме да в разрезе и сделаем а вот тут как раз помещение под самой башни помещение служило для хранения боеприпасов личного состава так как башня у нас сверху стоял люк на прямую помещение башня грубо говоря под башенное помещение башни станков были боеприпасы большие у нас система вентиляции система электрическая была электрифицирована всего лампочки но это было до 90-х годов 90-х годах при развале советского союза все это было расхи как сказать правильно на металл разобрана распятики телене после 1988 года восстановились торговые отношения между россией и китаем поэтому возникла идея постройки моста проект реализовали только 2020 году но из-за пандемии открытие войны немножко задержалась и вот летом 2022 года мост наконец-то открылся если говорить об уникальности данного мостового перехода дату можно перечислить ряд его особенностях которому может быть признан уникальным то конечно же первый международный мостовой переход автодорожный между китаем российской федерации первый пограничный переход через реку амур это в том числе и уникальное сооружение сам непосредственно мост на через русло реки амур поскольку пролеты этого пролетного сооружения больше 100 метров и второй показатель по которому он тоже может быть рассмотрен как уникальный объект это глубина заложения фундаментных частей более глубже 15 метров и Субтитры сделал DimaTorzok